Как умирает экономика Украины. Статья на Кунте за 18 февраля 2020 года. Александр Запольскис. Когда еще в разгар безумия Майдана я говорил о его фатальных последствиях для украинской экономики, оппоненты с иронией интересовались точной датой крушения. И потом на протяжении лет периодически напоминали, мол сколько уже Украину хоронят, а она все еще живее всех живых. Ей кредитов дают море и всякие преференции обещают. И вроде как плохой договор об ассоциации с ЕС позволяет расширить. Да, в 2015-16 годах совокупный украинский экспорт в Европу даже несколько подрос. Факт. Торговлю. Где же тут признаки стагнации? Бросьте вы эту смешную кремлевскую пропаганду. Однако, божьи мельницы, как известно, мельют неспешно, но неумолимо. Экономика основана на математике, а ее обмануть невозможно. Ее процессы могут протекать не очень заметно, но всегда неотвратимо. Откуда стагнация? Потому что доказательства вот. Фонд госимущества Украины ФГИ официально объявил, ссылочка переход, о включении в список объектов для распродажи трех черноморских портов. Причина их окончательная убыточность. И ладно бы речь шла о каких-то объектах на берегу Азова. Можно бы было все свалить на коварство Москвы своим крымским мостом, перекрывший важную транспортную артерию. Можно было бы сетовать на варварство российских морских пограничников, взявших манеру давить бортом всех себе неугодных. Но нет, разорились три порта на Черноморском побережье, еще три десятка лет назад являвшиеся крупными морскими воротами страны. Более того, построены им еще в Советском Союзе из-за острой надобности расширения объемов перевалки грузов. Список включает. Усть Дунайск. Главная узловая точка обслуживания потока контейнеров из бассейна Черного и Средиземного морей, стыкующая его с речным судоходством вверх по Дунаю. Кроме Роклеров, он специализировался на перевалке зерна, пшеницы, семена подсолнечника, ячмень, кукуруза, металлов, щебня, сахара в мешках, соль в бег-бегах. Скадовск. Главные морские ворота торговли с Турцией и несколько в меньшей степени Грузией. Основная специализация – обслуживание экспорта зерна. Белгород-Днестровский. Ведущий порт экспорта деревообрабатывающей промышленности. В советские времена переваливал 2,7 миллионов тонн грузов в год. Теперь трое важнейших морских ворот Украины официально признаны безвозвратно умершими. Грузов, ими обслуживающих в стране не стало, и возить на Украину их в достаточном объеме тоже оказалось незачем, потому что некому. Кончились деньги у потребителей. Конечно, оппоненты с той стороны ленточки еще будут козырять наличием Одессы, но и там уже потеря суммарного украинского морского грузооборота ощущается сурово. В 2012 он составлял 152 миллионов тонн в год, в 2017 упал до 133, а в прошлом опустился уже до 120 миллионов тонн и продолжает сокращаться темпами в 4,5-5% в год. На Одессу еще худо-бедно хватает, а вот прочим уже нет. Такие дела. Александр Запольскис. Как умирает экономика Украины.